Приветствую вас сегодня, дорогие мои слушатели, на прямом эфире под названием «Куда поддевались мужчины?». Мы сегодня будем рассматривать несколько причин, по которым мы действительно, женщины, недоумеваем, что происходит в обществе. Как бы женщины такие все замечательные, такие образованные, работают над собой, а мужчины как бы вот... Мир на осу существует параллельно. Что же, собственно говоря, происходит в современном обществе? Почему женщина на сегодняшний день не является такой, скажем, актуальной темой? Любовь к женщине является далеко не актуальной темой. И эти все вещи очень, конечно, женщин смущают. Итак, вопросы, которые сегодня мы рассматриваем на повестке дня. Почему так сложно понять современного мужчину? Грань в отношениях, которую переступать нельзя. И если вы будете придерживаться этого, вы хотя бы не до конца разрушите отношения, если они у вас еще держатся там на какой-то ниточке. Далее. Депрессия парализует волю, а значит блокирует возможность жить. Я хочу, чтобы вы понимали, ровно настолько, насколько мы, женщины, себе позволяем впасть в депрессию, неважно по какой причине, ну вот совершенно неважно по какой причине, вот, если мы себе позволяем впадать в это состояние, то, безусловно же, мы выбываем из течения жизни. Мы теряем контактность, мы теряем способность реагирования, мы теряем возможность дефилировать на подиуме знакомств. Что очень зря, что очень зря. Имейте в виду, время на сегодняшний день дорого, и если вы действительно хотите сделать свою жизнь счастливой, то просто берите и делайте. Нечего сидеть, отсиживаться, чего-то там, значит, смотреть в потолке, просверливать взглядом дырочку. Это бесполезное, так скажем, занятие. Но сегодня мы будем говорить о том, как понимать признаки этой депрессии, что является вот сам механизм этой депрессии и как ему противостоять. Итак, значит, первая тема у нас – что же происходит с нашими современными мужчинами? Почему их так сложно понять? Почему так сложно знакомиться? Почему столько вокруг этого таинств, загадок и вообще тайной жизни? Я сейчас вам зачитаю один очень интересный комментарий одного мужчины, который полностью раскрывает психологический портрет современного мужчины. Хотите мне знать, есть какие-либо версии, что происходит с мужчинами, почему они на сегодняшний день так неактивны во взаимоотношениях? Они принимают такую пассивную роль, так скажем, держатся независимо и, так скажем, наблюдают вокруг себя женщин, имеют с ними какие-то отношения и, собственно говоря, никуда не торопятся. В том смысле, что не хотят создавать семей и не хотят рожать детей. Ну, жены в смысле их. Вот, не хотят обзаводиться ничем. Боятся ответственности. Ага, ага, что это за ответственность, Алина? Поясните, женщины активны, потому что испортили. Вот, 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 Китти, замечательно, спасибо. Хотят под розовый каблук. Под розовый каблук, что это значит? Под розовый каблук. Есть такие мужчины, есть специфическая такая категория мужчин, которые учатся, как, то есть, которые имеют какой-то такой очень слабый потенциал в жизни для выживания и ищут для себя партнершу, которая способна помочь адаптироваться в окружающей среде, чтобы окружающая среда была не столь опасна, не столько агрессивна для них, не столь опасна. Потому что сегодня, что от нас, от современного человека, постоянно требуется добыча, добыча, добыча и еще раз добыча. Очень многие мужчины не учились на то, чтобы эту добычу, так скажем, вот так добывать интенсивно. Так, возможно, они ждут принцессы. Хорошая, хорошая версия. Да, да, о принцессах мы сейчас будем говорить. Еще, ответственность за поступки с их сторон и последствия. Что женщина будет иметь претензии к мужчине, будет давить на них. Отлично, Алина, спасибо. Очень хорошая версия. Великолепная версия. Еще. То есть мужчина опасается вступать в более серьезные отношения по причине того, что он знает, что женщинам свойственно, овладев мужчиной, начинает постепенно и потихоньку свое давление, да, как они называют, выносит мозг. Да, не надо мне выносить мозг, говорит мужчина, потому что женщины это умеют делать. Да, 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 еще, еще какие версии? Угу, угу, угу. Еще есть какие-либо версии относительно того, что же происходит с мужчиной? Ага, вот оно как. Значит, не совсем. Да, да, хорошо, я теперь призываю наших завсегдатых, пожалуйста, ваша версия. Может быть, то, что вы вынесли из предыдущих прямых эфиров, может быть, нам сейчас как раз-таки поможет в решении этих вопросов. Возможно, у мужчин травмированное детство, и у них не было модели семьи, или негативные... Да, и да, 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 да. Негативные ассоциации привносят жизнь. Совершенно верно, Елена. Совершенно верно. Это тоже имеет значение. Мы сейчас будем говорить о поколении маменькиных сыночков. Да, 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 да. Совершенно верно. Еще, еще. Все? Это все? Это все версии, да? Возможно, мужчины боятся разочароваться, что женщины будут ранить от них. Да, особенно те, которые уже не раз обожглись. Отличная версия. Спасибо, Алина. Значит, речь идет о том, что мужчины боятся того опыта, который они уже получили. Они понимают, что любовь – это больно, и всячески избегают получить для себя какой-либо еще опыт в этом смысле, да? Дальше. Женщины в большинстве своем занимают мужскую позицию. Руна. Руна. Пожалуйста. Дальше. Китти. Не хотят напрягаться и добиваться кого-то, так как много доступных женщин. Да, 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 да. Китти, замечательно. На сегодняшний день сами женщины, поскольку они легко доступны, они и позволяют мужчине чувствовать себя в отношениях свободно. То есть, ну, не одна, так другая. Потому что есть интернет, Настя. Хорошо, поясните, Настя, что вы имеете в виду? Что значит есть интернет? Это значит, что секс по интернету, отношения по интернету, то есть, жизнь через интернет, и этого достаточно, да? Поясните, что это значит? Интернет заменил, да? Отчасти интернет заменил человеку, часть его жизни, в эмоциональной близости, в интеллектуальном обмене. Отлично? Замечательно. Хочу привести вам небольшой пример. Я недавно, благодаря, опять-таки, моим учащимся, и вот одна женщина мне помогла найти такой материал. Я хочу, чтобы вы послушали очень внимательно. Мы, 30-летние, не доверяем людям, и особенно женщинам, потому не хотим пускать новых людей в свой сформированный, уже сформировавшийся мир. Привыкли всего добиваться сами, поэтому... сказать на этот счет. Потому что у меня здесь целая тирада относительно того, что этот мужчина высказался. У меня целая тирада. И на ближайшем вебинаре «Глупые уроки» для тех, кто у меня учится, я прокомментирую каждую фразу этого письма. Я прокомментирую, что за этим стоит. Почему я говорю только для тех, кто учится? Почему? Потому что... Дело в том, что мы через программу «Теория любви» мы проходим, как бы, мужскую психологию, и мы учимся понимать, как мужчина реагирует на то или иное явление, для того, чтобы мужчине снизить страх и опасения в отношениях с нами. Но это он со своей позиции. Это не значит, что все мужчины такие. Я вам скажу, Елена, вот это на сегодняшний день, общая тенденция всех мужчин. В основном, в основном. То есть, если мы говорим о том, где они, мужчины, они сидят дома за компьютером. И только иногда появляются там-там-там, чтобы не заводить на свою голову какие-то проблемы, избегают каких-то новых контактов, потому что приготовить, как он сказал, мы себе можем. Женщины для секса у нас есть, нам больше ничего не надо. Вот. С любовью с вами, девушки, до свидания. Абсолютная правда по поводу 30-летних. Это слово-слово со стороны моего мужчины. Спасибо, Алина. А 40-летние какие? Интересно. Вы знаете, что, в общем-то, это и 40-летние тоже. Мужчина просыпается, ну, как бы психологически просыпается и начинает думать, а как же, так скажем, в будущем, в старости, с кем он разделит судьбу, вот уже где-то там после 50, 55 и выше. Он сам напуган и закомплексован, Елена, да. Мужчина поверит только искренности, если захочет отношений. Алина, Алиса, не совсем с вами согласна, что мужчина только через искренность, через искренность, через искренность. Очень многие мужчины идут, не дожидаясь искренности, не поверят искренности. Он даже не хочет этой искренности, да, он ее боится. Правильно, Алина. И на Западе меня спрашивают, что такая же тенденция. Таким образом, базовые потребности мужчины и женщины удовлетворяются без самой женщины. Да, Настя, совершенно верно. Смотрите, дело в том, спасибо, спасибо. Дело в том, что на самом деле конфликт в обществе серьезный. Если мы будем говорить о том, что, каков потенциал должен быть у мужчины для того, чтобы вступать в серьезные отношения. У него должна быть постоянная зарплата, у него должна быть внутренняя психологическая стабильность, он должен для себя, как бы, поставить цель жениться, вот чтобы это было вот раз и навсегда. Мужчина не любит бегать по... менять партнерш с целью брата. Это ему невыгодно. За этим стоят алименты, хлопоты, плачущие дети. Это ему не хочется, это ему не надо. Это ему не надо. Мужчине важно знать, верить в то, что вот та выбранная партнерша, которую он для себя отметил, ага, она максимально подходит к тому, что он для себя, так скажем, вынашивает какую ценность, какую ценность во взаимоотношениях. Есть браки, построенные чисто вот влюблен, влюблен, голову потерял, как, значит, в омут с головой, и потом, значит, вдруг обнаружил себя с кольцом на руке и, значит, на свадьбе, где все уже напились. И уже ему, как бы, поздно куда-либо. Вот, то есть, вот, если мы смотрим на то, какова тенденция о том, что пишет этот мужчина, о том, что он говорит, здесь присутствует явное наличие той опасности и конфликтности, которую мужчина для себя еще в 30 не разрешил. Есть очень много таких мужчин, которые и в 40 не могут. для себя понять, в чем же женская безопасность, в чем, в чем женщина безопасна. Буквально вчера мне посчастливилось взять интервью у одного женатого мужчины, который в счастливом браке состоит. Он любит свою жену. И мы конкретно с ним обсуждали именно тему, как он выбирал, как он, на что он делал акцент, на какие-таки, скажем, вот эти вещи, как ему, значит, на что он ориентировался. Парадокс-то в том, что они хотят благополучия, мы хотим благополучия, а в итоге мы не можем найти стыковочные пути друг к другу. В чем же проблема? И как раз-таки мы вчера в интервью с этим уважаемым мужчиной затронули вопрос. Он так и сказал, что, например, мои, вот если я, скажем, знаю, как, на что ориентироваться и как выбирать, то у меня, говорит, много друзей, состоявшихся в бизнесе, зрелые мужчины до 40, директора, там, значит, каких-то предприятий и все такое, но они не могут найти пути к женщинам, к женщине, вот не могут. Хотя я уверена, мы с вами уверены, что такие мужчины имеют романтические отношения, красивые романтические отношения, но есть вещи, которые вдруг встают в отношениях, и вот эти вещи, и эти вещи нужно знать, эти вещи нужно изучать, потому что если эти вещи игнорировать, то вы по-прежнему будете в догадках, чего ему не хватает, не верится, если они такие классные, и у них никого нет. Ну, у них есть, как в этом комментарии, в этой статье, которую пишет мужчина о себе, у них есть женщины, ну, а эти женщины только для определенной цели. Я хочу, чтобы вы понимали, что мужчина по своей природе это реагирующий партнер. Это в природе так заложен. Мужчина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова